книга про теории геннадия фаста в бога богатеете проповеди сердце уязвленное любовью христовою память преподобного сергия радонежского все мы конечно видели нередко изображен изображенный символ сердце пронзенная стрелой это сердце уязвлено человек уязвленный ранен мы видели раненых рана бывает такая что человек в ужасе бежит от наносящего ее а бывает и иная бывает рана такая что уязвленный уже никак не может отступиться от ранившего это язва сердечное от стрелы пронзивший сердце сегодня вся наша россия чтит память великого божьего угодника преподобного сергия радонежского в кондаке кратком песнопение живописующим образ преподобного сергия говорится христовую любовью уязвився преподобнее и так далее христова любовь что это это та любовь которую сергий возлюбил христа или это та любовь которую христос возлюбил сергия божественный стрелок оттуда с неба запустил стрелу и эта стрела пронзила сердце радонежского чудотворца это любовь которую христос возлюбил сергия этой любовью сергий был ранен эта стрела пронзила его сердце как это случилось о и не однажды житие преподобного большинству из нас хорошо знакомо позволю себе напомнить некоторые случаи когда небесный стрелок попадал в это сердце известно как в 1314 году боярыня женщина знатная благочестивая стояла в храме во время божественной литургии по обычаю ли того времени по своей ли скромности в притворе и там молилась господу она пришла заранее все шло по установившемуся в поколениях порядку и вдруг перед чтением святого евангелия детский крик евангелие читают а тут ребенок кричит как отрезкой боли многие невольно оглянулись туда где закричал ребенок правда никого не увидели когда начали петь херувимскую песнь приступая к таинству опять этот же крик нарушил богоголейную тишину и сосредоточенность опять оглядываются невольно взоры оглянувшихся скрещиваются на той женщине боярыни а когда уже по совершению освящения святых дорог священник вознес их возглашая святая святым вновь этот крик подошли несколько человек этой женщине и хотели помочь как-то уладить с ребенком она потрясенная смиренная опустив глаза стоит ребенка нет нет он есть только в ее утробе он еще не родился и там в утробе материнской трижды божественный стрелок поразил сердечко уже бьющиеся но бьющиеся еще в утробе матери этого мы не можем никак объяснить но это было так бывает не с каждым это бывает редко господь избрал этого младенца и поразил его еще прежде чем он родился этот младенец еще только родиться а уже будет раненым родовая травма раненые не для всего годны в наше время мы их называем людьми с ограниченными возможностями этот младенец был раненым когда только родился судя по всему для этого мира он будет мало пригодным едва ли из него получится хороший боярин или полководец или что-либо еще иное эти возможности в нем уже ограничены родился раненый ребенок христовую любовью уязвився преподобнее да это великая тайна божественной любви может быть некоторые скажут но это же точно не про меня как знать когда мамочки так смело бегут регулируя и планируя свою семью освобождаться от ненужного бремени возможно что стрела христовой любви уже пронзила это сердце сердце которое ты сейчас хочешь пронзить мечом металлическим и выскрести его оттуда не всегда бывает так чтобы трижды за литургией ранены громко вскрикнул ранены однако же кричат не слышно для этого мира это рано наносится многим и не нам судить может всем христова любовь она касается уже плода в утробе материнской уже там эта стрела настигает еще не родившегося но уже существующего уже бьющееся сердечко поражается стрелой божественного стрелка от христа вот уже и отрок учиться пора всего три брата старший и младший стефан и петр учатся вполне успешно там были другие мальчики понятно боярская семья таковых учили и в те времена и неплохо учили правда учили не по тем букварям где мама мыла раму а учили по тому букварю где блажен муж и же не иди на совет нечестивых по псалтыри по священным текстам а у этого отрока который имел еще тогда имя варфоломей учеба не шла и сейчас каждом классе есть дети у которых учеба не идет в каждом классе есть троечники к сожалению бывают и хуже правда это уже не от ума а от тунеядства или от родительского не попечения однако здесь не было тунеядства было и родительское попечение а успешности не было скажем по нашему троечник не шла учеба не мог он взять эти святые книги читать их должным образом и отрок печалился о том что учеба не шла на первый взгляд ничего особенного все так просто буднично обычно однако если смотреться если вслушаться в эту печаль не успевающего отрока это была очередная рана которую нанесла ему христова любовь он так хотел читать слово божие и не мог от того ли печалился что не успевал или от того печалился что слово божие что святые страницы остаются ему недоступны вот эта печаль не успевающего это была боль от раны которую нанесла христова любовь с этой раны послали послали его за конями как некогда саула за ослицами он выполняет отцовское поручение и видит старца в священнической одежде по всему пресвитер монах в куколи с химническом молящийся под деревом под дубом и уязвлено сецу отрока ведь он так не может береги трано неудовлетворенная любовь он любит христа а слова христа за пределами его возможностей он человек с ограниченными возможностями он ранен когда мы сейчас кричим на не успевающих то может быть иногда надо приостановиться а может это рано нанесенной христовой любовью надо еще уразуметь смысл происходящего заговорили отроки этот странствующий пресвитер монах и отрок расположившись открыл ему свою печаль открыл ему в рану своего сердца христос поразил это сердце христовые слова далеки недоступны скорбил отрок печалился и тогда этот монах дает ему маленькую частичку просфорки и предлагает ее скушать о том про о том просурнил но теперь вот эту и получишь желаемое преподобное благоговейно вкусил частичку просфоры а потом благовоспитанный мальчик не отпустил этого странника повело домой тот сказал родителям что великим будет ваш сын но в чем это покажет будущее только на следующем же уроке он взял тогдашний букварь это был часа слов он стал ровно красиво легко читать псалмы третьего часа блаженный отрок когда больше уязвилось твое сердце так далее когда ты читать не мог или тогда когда читаемые слова как реки потекли из твоих уст и тогда и тогда это была рана любви христовой и это тоже ранены этой любовью он не может теперь теперь оторваться от книг в которых ему открывается целый океан христовой любви вырос но он же раненый из него из раненого едва ли получится толковый боярин толковый хозяин на что так рассчитывал его отец едва ли из него получится славный ратник поражающий супостатов на поле брони едва ли из него получится толковый купец который бы как тот афанасий ходил за три моря он ранен христовой любовью и ничего другого кроме христа уже не хочет его влечет к нему к тому кто его ранил сердце тянется туда откуда пущена стрела он хочет монастырь и даже не монастырь он слышит шум леса и видит одиночество в дремущей чаще где уже никто и никак не отречет от возлюбившего его христа как невеста к жениху так хочет он ко христу но родители старые родители благоговейно отнеслись к желанию сына однако же другие два брата уже создали свои семьи только на него было упование что он досмотрит их старость и вот этот раненый уж как получилось как мог но с родителями родители действительно были немощны скором ушли в мир иной теперь этот раненый уязвенный христовой любовью потащился побрел кто-то на него глядя сказал бы куда глаза глядят но не куда глаза глядят а куда сердце влекло ко христу христовой любовью уязвився он побрел в радонежский лес многие из нас там были однако мы должны понимать что тогда там было не так тогда туда не ходили электричка что от москвы до александрова не было еще и площади трех вокзалов и не было никакого сергиево посада а был лес и еще раз лес а за этим лесом опять лес и вот туда сердце раненое христовой любовью увлекло его как счастливы новобрачные когда уже не мечты не желания не намерения а когда пришло когда детство друзья и родительский дом оставлены и уже нет никого когда есть только он и она как счастлив бывает человек в этой своей первой любви и вот в радонежском лесу он уязвивший это сердце и она душа юного отшельника уязвленная раненая христовой любовью и они вдвоем и радонежский лес превратился в брачное ложе где юная душа сочеталась с тем кто ее уязвил а потом мы все знаем что бывает потом бывают будни семейной жизни с их нудностью долготой трудностью и много много с чем здесь все было точно также великая радость святого сочетания с уязвившим своей любовью христом даруется новоначальному она даруется этой чистой душе сочетающийся с разлюбившим ее а потом будничные труды реальной жизни и дальше у него было скажем так далеко не до духовной романтики гнали его оттуда и бесы и люди и нашли его там и один не остался а потом дети пошли как бывает рождались один за другим духовные чада уже 12 братьев свои теле вокруг его теле построили потом и того больше а там как всегда всяко было никогда не исцелялась эта душа однажды раненая навсегда кровоточила никогда не проходила это любовь страсти проходят кстати бывают и духовные страсти по духовной страсти мы готовы мир перевернуть а главное ведь с этого и начинаем начинаем мир переворачивать а потом как огонь прогорает остается зола и где ревнитель вчера был на всех службах теперь уж полгода как нет неужели сгорел бывают и духовные страсти они не от бога христова любовь поставляет нас на колени она источает из нас раскаяние требует от нас чистоты который у нас нет о том скорбим и очищаемся и это все нелегко христова любовь которую уизгляется сердце она требует этой любовью делиться и он не очень рад был когда появились первые ученики но этой любовью надо делиться и он делился и щедро и ни разу он не сказал как вы мне тут мешаете я же христов я хочу быть со христом любовь и извившее сердце преподобного воспламеняла сердца тех кто был рядом с ним однажды уже в преклонных годах святой старец преподобный сергий стоит в алтаре совершает божественную литургию все как обычно послушники были и братья молящиеся в храме и там знакомые слова произносимые одно за другим подошло время когда надо приступить к святой чаше божественный стрелок опять пустил стрелу и дивный огонь воспламенился на престоле обошел вокруг то видели находящиеся в алтаре и вошел в чашу когда преподобный поднес ее к своим устам и причастился он огня огня божественной любви но это же опять не про нас у нас так не бывает а вы поверите бывает только нашими глазами мы этого не видим а божественный огонь он нисходит огненные языки духа святаго не сводятся это стрелы любви божественного стрелка христа крестящего нас духом святым этот огонь наполняет чашу и от этой чаши мы приемлем дар божественной любви уста наши прикасаются к нему точно так же как уста преподобного даже земной огонь жжет одинаково и того кто его видит зрячего и того кто не видит незрячего и пусть скажет незрячий а какой еще огонь я его не вижу скрикнет он от одного прикосновения к нему божественный огонь обычно мы не видим но от этого он не перестает быть огнем и каждый раз когда он приступает к святой чаше уизвляется наша душа христовой любовью мы порой скорбим ну где же моя любовь ко христу и и так мало я подхожу к чаше с каким-то рассеянием и подготовился не так как бы хотелось да тут еще кто-то мешает рядом так речь и не идет о моей любви ко христу а любви христа ко мне его любовь издляет мое сердце и после этого я ранен после этого я уже не могу по-нормальному ходить и все делать после этого в мире я очень ограничен в своих возможностях многое что делает и чем хвалится этот мир я не могу и не хочу это дивное и святое состояние дарит нам господь когда стрела христовой любви пронзает наше сердце попробуй пойти и сделать грех попробуй накричать попробуй обидеться попробуешь и не получится когда христова любовь уязвит наше сердце грешить невозможно мы с вами слишком крепкие и здоровые хлопцы поэтому у нас грешить получается а вот когда христова любовь уязвит наше сердце тогда уже невозможно не столько наша борьба с грехом дает нам от него освобождение сколько любовь христа которое поражает наше сердце а поэтому стань мишенью божией пусть стреляет пусть эта стрела божией любви достигнет моего сердца из которой исходят злые помыслы убийства кражи прелюбодеяния и все остальное как сказано в евангелии матфея 15 глава 19 стих и раненое сердце оно уже не сможет все это делать пораженный христовой любовью с этой стрелой в сердце уже не хочет больше ничего преподобный сергий не был крестьянским парнишкой которому на роду было бы написано у своей бара не копать огород это был человек которому открывались все виды блестящей карьеры какие на то время существовали он этого ничего не захотел уязвенный христовой любовью уже и не может думать о другом не отвлекается ни на что другое все остальное перестает быть и волновать его душу другой тоже уязвленный христовой любовью говорил что он не хочет ничего знать кроме христа и притом распятого 1 коринфянам 2 глава 2 стих а все остальное а все остальное он сказал почитаю за ссор дорогие ну сколько мы еще с вами будем этими мусорщиками которые копаются в мусоре уязвенный христовой любовью он уже ничего другого не хочет у него одно желание одно устремление уязвенный христовой любовью не может грешить не может желать чего-то другого кроме христа и что с ним случается когда он достигает уязвившего его сколько у нас девушек которых достигла любовь молодого человека а потом а потом через год через два через десять полное разочарование а я то думала а я то надеялась и что и никакого счастья и никакой радости жить с этим человеком уже нет что-то произошло глубинно не так прогорела очередная страсть опять потухший костер оставивший только кучку золы после себя если на золотой свадьбе спрашивают когда вы любили друг друга больше тогда пятьдесят лет назад или сейчас то эти морщинами покрытые неловко и небыстро передвигающиеся смотрят друг на друга как тогда полвека назад разве мы понимали тогда что такое любовь это же было всего лишь начало а потом а потом любовь росла без мудреных слов счастье и что такое счастье это с частью они имели друг друга друг друге часть уязвенный Христовой любовь имеет часть со Христом больше того Христос имеет часть с уязвленным такая любовь не иссякает она не вспоминает как же некогда было хорошо батюшка у нас был тогда хороший в храме все было не то что сейчас а я был какой-то не такой и другие были не такие и как-то все хотелось и желалось а теперь а теперь по будням ненастья и в праздник дождь и радости никакой это когда не уязвлен с сердцем уязвлен но только быстренько с одной раной справился ума хватило стрелу удалить а самому выздороветь а потом а потом счастья никакого живи себе здоровеньким исцелился от Христовой любви затянулась рана больше не болит Христовой любовью зеленый счастлив букварь преподобного начинается не с мама которая мыла раму а с блажен муж счастлив муж и вот это счастье это блаженство в состоянии души уязвленной любовью Христовой который Христос обладает нет не мы им обладаем когда мы пытаемся овладеть Христом у нас плохо получается надо сдаться пусть он овладеет мною пусть будут не мои героические дела с помощью которых я его достал а моя немощь моя незавживающая рана он мною овладел а я а я сдался Христовой любовью уязвлен преподобный Сергий уже не может жить во грехах уже не может хотеть чего-то другого счастлив счастью во Христе блажен муж мы все видели образ сердца и стрелу пронзающую его пусть это будет мое сердце пусть это будет стрела Христовой любви пусть это будет моя некогда не заживающая рана после службы народ подходит к целованию креста вот очередной прихожанин врач-кардиолог глаза блестят и дрогнувшим голосом батюшка пусть никогда не заживает рана аминь 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 нет ну